Давайте вот так вот, по-откровенному. Если бы Собянин хотел действительно больше легитимности и действительно честного избрания народом, не надо было тянуть до 4 июня, потому что предельный срок назначения выборов при решении, естественно, законодательного органа власти, это 10 июня. Сегодня, если мне память не изменяет, 4. Это означает, что скоропостижность этих решений, кажущаяся поспешность, означает просто продуманную, хитроумную комбинацию по сохранению и удержанию власти. Более того, я считаю, что это показатель, признак кризиса власти. Власть теперь совершенно четко не может без всяких уверток, ужимок, всяких хитрых и ловких ходов честно побеждать на выборах. То есть, если бы хотел Собянин честных выборов, он заявил бы одни, ну, например, там, за полгода. Потом бы Дума спокойно приняла это решение, потом бы была избирательная кампания. А теперь получается, что специально это сделано для того, чтобы оппоненты политически не подготовились. Совершенно понятно, что используются конкурентные преимущества действующей власти. Ведь Собянин, по-моему, не собирается уходить даже в отпуск. А на кого же он бросит Москву? Ведь больше некому рулить Москвой. У нас только всегда есть один человек, который может рулить либо страной, либо Москвой, либо каким-то процессом. Других-то ведь нет. И, естественно, все это очень плохо и дурно пахнет. Я думаю, что отношения сейчас в главе Москвы изменятся. Изменятся в худшую сторону. Потому что все прекрасно понимают, что такая поспешность, свидетельство полной неуверенности. И более того, уверенности в том, что в 2015 году выбор не выигрыш. А это означает, что та политика, которая последует, будет означать ухудшение положения москвичей. Или, по крайней мере, пролонгацию неразрешимых проблем, которые сегодня достали уже всех. Это гигантские пробки. Это неурегулированные отношения в сфере экологии. Это та же точная застройка. Это чудовищная коррупция, которая практически охватывает всю ту же систему властных и провластных отношений. И так далее, и тому подобное. Это рост цен продолжающихся. То есть москвичи обречены с этим жить при этой власти и дальше. И совершенно понятно, что именно это делает невозможной победой власти в 2015 году. Поэтому сегодня буквально в попыхах объявлено о том, что человек уходит в отставку. На самом деле, это никакая не отставка. Это просто рестайлинг. Рестайлинг вместо выборов. И, естественно, хитроумный ход, который, еще раз подчеркиваю, должен создать ему конкурентные преимущества. Вот, собственно говоря, что на самом деле происходит. Продолжение следует...